Всем привет скажи. Доброе утро всем. Чего делаем? Всем здоровьица. Чего делаем на сегодня? Ёшкин кот. Жарю зразы. Не брызнула хоть. Дед уже запел. Вот как весело сегодня с утра у нас тут вообще. Матвей есть сидит. Один он невеселый. Ему сегодня бедному на консультацию по физике идти. Он не хочет никуда идти. Говорит, у меня каникул нет вообще. Ну да, это бы он с удовольствием бы, да, Матвей? Да, ну вот. Не хочется ему на физику идти. А куда деваться? Это вкусно. Это вчера у нас пюре картофельное осталось. Бабушка решила такие изразики сделать с фаршем, да? Да. Фарш пережарила, туда закладывает и делает котлетки эти. Водей сказал, это пюре по-флотски. Ну он съел две в заразе, ему так понравилось. Ну я что-то боюсь жирновато это есть, чтобы меня не скрутило опять печень мою. Так вот. Алеша, на работе у нас. Все остальное как обычно. Ты там поставила варить ножки там или каркас? Нет, просто одна. Одна ножка, да? И спинка, наверное, да, что ли? Что-то такое, не знаю. Ива, а у тебя как дела? Как дела-то? Хорошо. Хорошо. Сегодня бык наглец все высосал. Вот прям наглец ходит как пузырь. Раздулся. Я не знаю, ему, наверное, до завтра хватит. Наверное, вечером все молоко мы будем собирать. Ну что, сейчас мы очень, очень маловато мы надоели. Только-только закрыли дыры, так сказать. Так, ну-ка я гляну-ка яйца, как бы у меня вывод какой не пошел тут уже. Я вот не засекла, что-то я когда-нибудь должен первый вывод идти. О, слышите? Пик-пик. Не слышно, да? Эй, кто говорил пик-пик? Сейчас я пульверизатор возьму, их маленько-маленько, хорошо влажность подниму. Слушайте, пищат. Запищали, малышня. Ой, у меня, слушайте, ничего, я не успеваю. Герань эту надо бы рассадить, по сути. По сути бы. Перчики, правда, ничего. Слава Богу, здесь стоят. Уже вон как подросли они. Не знаю, хватает и мне цвета, но досветку не делаю. Вроде бы тут светло так-то нормально. Переживут. Скоро поедем. Мы сейчас, в смысле поедем, поедем мы с перцем в парничок. Уже прям с дедом все запланировали, что сейчас пойдем монтировать парник с ним. Горло все еще, друзья мои, болит. Но уже меньше. Уже не так часто замечаю, что больно сгладывать. Так что скоро мои все растения, которые распикированы, они будут уезжать в парник, жить на теплом полу, в теплицу. А все остальные ждут, ждут. Они, слушайте, я их стала этим навозом-то поливать. Они у меня прут и прут. В общем, уже вот такие кудрявые. И я думаю, как я вот их надо пикировать уже до больницы, получается. Как я должна успеть все, не знаю. Ничего не знаю. Вот такие дела. Ну ладно, все пока тогда. Пошла я завтракать тоже. Что-нибудь себе сооружу. У меня там сыр адыгейский есть. Пойдем, делаха. Вот. Да и вот, пойду побрызгую яйца. Раз пищат ребята, надо их побрызгать. Ну что, мы с дедом занимаемся парником. Я пока все перетащила. А что ты семечки-то бросил? А это куда? За нашим маленьким. Индюша там хочешь дать? Ну так надо все отдать. Много же. Все им эти семечки. Баба ему дала. А еще. Еще так мы насыпем там, у них кормушка же есть. Зачем в тарелки-то добрые давать? Они же загадят ее. Не надо. Мы им сейчас высыпем все. Давай, открывай что-то ты. Пошел один, не справился. Двери как не могу открыть. Так. Давай, показывай, где там твои инюшата. Вон она, сколько она влазилась. А, вон она. Она влазилась. Ой, влазилась. Давай, заходи сейчас. Тихо, тихо. Не сыпь куда попала. Идем в чашечку сиреню мою высыплю. Ой, а у нас камера вся. Запотела. Пардон. Снимаем, что тут непонятно. У нас камера запотела. Ай, ну что. Идят они твои семечки? Мне сейчас не едет. Они не пугают. О, что ты такое? А че такое? А кто испугал? Кто всех испугал, ребят? О, смотри. Вот, ну, вон, 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 вон. Пима, у меня камера запотевает. Давай, пойдем. Пойдем мы дальше. А то все запотевает, ничего не видно. Жарко здесь. Жарко от коврика, от этого нашего. Вообще жарище здесь. Так, 10 градусов. И вот здесь даже, в предбаннике, 10 градусов. Так, ну все, попроведывали. Дюшат. Надеюсь, видно было что-нибудь. Не знаю. Так. Ну ладно, давай беги гуляй, и я буду дальше заниматься парничком. Всю установку парника, друзья, снимаю от начала до конца. Снова показываю все компоненты, так скажем, из чего он состоит. Вот, поэтому это все на дела хозяйские. Дельные эти вопросы деловые все. Ах, ты упадешь сейчас назад, друг мой, в сугроб прямо. Ладно, дальше продолжаем заниматься. Мы Барковские. Кушаем теперь новый корм. Именно для несушек, но для маленьких. От нуля до 48 недель. Кольцовский. Вот. Уже, мне кажется, они маленечко подросли. В корыте уже тесно скоро будет, да? Скоро тоже, скажи, будем переезжать. Да. Они, конечно, очень медленно растут, по сравнению с бролерами. Но ничего, потихоньку вырастут. Барю я сегодня борщ. Принесла сейчас квашеную капусту, свекла, морковь, лук. Все это перья жарю. Сейчас протушу просто, чтобы помягчейки овощи были. Бульон уже готов. Туда сушеные помидоры, чипсы помидорные спустила. Сейчас они тоже разварятся. И картошку накрошила. Мясо нужно будет снять с костей, потому что здесь вот эта нога мальчика, индюка. Много перьев, поэтому вот эти перья все убирать надо. То не дай бог кому-нибудь попадет еще и в горло. Вот. А Алеша приехал, наверное, часов в 10, ну, наверное, в 10. За Фадеем. Говорит, мне по работе в город надо. Поехали со мной, я тебя прогуляю. Хоть в город съездишь со мной. За компанию, короче. Вот. Его схватал. И они уехали. Хотят там ставить машину, на метро доехать, потому что в центре города что-то Алеша по работе надо там забирать. Вот. И хотят, ну, хочется на метро прокатить, да там на трамвае. В общем, вот так вот. Маленько его прогулять все-таки. Каникулы. Пусть немножко будут какие-то развлечения. Вот. А Матвей в школу уча пол к 11. Сейчас это уже пол первого доходит. Мы почти все сделали. Сейчас дед маленько там подделает. Кое-какие бруски надо распилить. И, в общем, будем заканчивать с этим спорничком. Вот. Ну, если и время останется, то еще надо будет позаниматься рассадой. Опять-таки, некоторые помидоры уже так и просят, чтобы я их рассадила, распикировала. Поэтому буду этим заниматься. Успевать до больницы. Может быть, хоть половину и то вперед, как говорится. Самые, которые переросли, надо рассадить. Вот такие дела. Ладно, все, пошла мясо снимать. Ну что, маленько покажу, чем мы с бабушкой занимались сейчас. Рассаживали помидоры уже. Пикировка шла. Шесть ящиков рассадили. Это 60 штук. Нам надо себе 130. Будет, наверное. Будем смотреть, чтобы все сорта нам попали. Если уложимся в 130, видите, не все взошло. Поэтому, может быть, 150 и сеяли. Но если какие-то не взошли, может такое быть. Вот. А может и не сеяли 150. Короче, не знаю. Будет 150, значит, впихнем и 150. Но как-то мы вот так посчитали, что если пореже их маленько в этом году посадить кусты, что хотелось бы немножко разрядить, да. То есть, все-таки как-то в том году опять пожадничали. Ну, чуть-чуть теснее посадили. Не нравилось. Мне обрабатывать не очень удобно. Поэтому хотелось бы 130, чтобы было. Вот. А там посмотрим, сколько взошло. Не знаю. Еще пока трудно понять. Но пока 60 штук мы распикировали. Вот такие дела. А дед вроде как с полами закончил для парника. Так что сейчас. Это у меня пищи тут. Поднесу в парничок. Эти полы устанавливают. Ну, не сейчас, наверное. Наверное, завтра. Что-то я сегодня уже устала. Так. Ну, ничего. Айти, батиски. Айти, батиски. Там двое родились у нас, да? Два малыша родились. Ну, видишь, они сегодня рождаются уже. Начались. Вот. Так что прибыль пошла. Пошли есть. Все, пойдем. Матвей дома. Фадей дома. Все дома. Фадей приехал с папой. Еще давно. Еще в час где-то. Пообедали. Аня, Леша опять на работу уехала. Матвей тоже часа два, наверное, пришел с физикой. Так что вот так. А сейчас уже пять доходит. Сейчас Леша приедет. Уже ужинать будем с ним. Все сразу, чтобы всех накормить. Так вот, друзья. И маленькое необычное такое окончание сегодня ролика. Я вообще напрочь забыла, что я забыла закончить ролик на хрониках. Представляете, как бывает? Короче говоря, заканчиваю уже в постели в своей. Не буду уже тут ребят, которые бегают у меня уже в одних трусиках показывать. Поэтому с вами прощаюсь. Уже одиннадцатый час пошел. Давайте до завтра. Сегодня был хороший у меня плодотворный день, я считаю. Мы почти закончили с парником. Мы много рассадили, я считаю, помидор. И, в общем, и все нормально, в общем. Так что всем желаю хороших выходных. Завтра, да. Завтра субботу. Так что давайте отдыхайте. Или успевайте, как я и до сих пор не успевала. Старалась по максимуму, чтобы выходные, может быть, больше отдохнуть. Все. Давайте. До завтра. Всем здоровья, удачи. Пока-пока.